Резонансное убийство произошло в Новосибирске. Прямо на глазах многочисленных свидетелей и взрослых, и детей. Мужчина расправился со своей супругой. Сегодня по решению суда его отправили в СИЗО на время следствия. Жестокий роман. Так знакомые описывают и семейные отношения этой пары, и самого Романа Черникова. Накануне днем он забрал жену Ирину и двух дочек от знакомых, где они по некоторой информации прятались от тирана. Вместе доехали до дома. Девочек мужчина проводил в подъезд, вернулся к машине, выхватил клинок и набросился на супругу. Муж вроде как бы супругу зарезал в машине. Что-то она там что-то выползла, что-то ползла, ползла. Такие разговоры. Ну, двое детей остались. Ну, это трагедия, конечно. Романа не смутили ни многочисленные прохожие, ни маленькие дети, гуляющие на площадке. По данным следствия, он ударил жену ножом не меньше пяти раз в грудь, а затем скрылся. Прибывшие сотрудники полиции опросили очевидцев произошедшего. В результате проведенных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 35-летний супруг пострадавшей, ранее не привлекавшись к уголовной ответственности. Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции. Говорят, причиной такого жестокого поступка было желание Ирины развестись. Она вышла замуж в 2018-м. И сначала все шло гладко. Супруги размещали общие фотографии в соцсетях, вместе отдыхали и воспитывали дочек. Но, судя по всему, это была публичная ширма. Роман поднимал руку, скандалил, сильно ревновал. В день трагедии он сообщил приятелю, что сегодня убьет благоверную и выложил последний пост на своей страничке с признанием в любви к жене. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступном деянии признал в полном объеме. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Детей на время передали матери Романа. Позже их судьбу решат органы опеки. Собственных дочерей мужчина может увидеть только лет через 15. По крайней мере, такой срок ему грозит по статье убийства.